здравствуйте друзья меня зовут никита и сегодня мы поговорим с вами об новом периоде в истории московского государства каким образом москве все-таки удалось окончательно стать центром единственным и неповторимым центром объединения русских земель это напрямую связано с правлением вот этого человека ивана 3 иван 3 стал соправителем своего слепого отца василия 2 темного еще при его жизни однако уже в 22-летнем возрасте он стал полноправным князем московским и действительно иван 3 для своего времени был абсолютно выдающимся государственным деятелем он был невероятно хладнокровным очень осторожным максимально дипломатичным где нужно и очень жестким и даже жестоким когда дело казалось касалось карания соответственно своих противников а и своих врагов внутри государства именно эти качества позволили ивану третьему завершить а тот путь который был начат еще иваном калитой а и соответственно первыми московскими князьями а главные задачи 8 на ивана третьего длина его правления были в первую очередь это завершение объединения русских земель вокруг москвы во вторых это ликвидировать ордынскую зависимость русских земель и наконец соответственно создать начать формирование централизованного государства государства где власть основная исходит из центра из москвы где власть на местах не имеет должного так скажем должной независимости ну а на этом на этом занятии мы с вами поговорим в первую очередь об объединении земель и соответственно об освобождении от ордынской зависимости и то и другое ивану третьему удалось сделать начнем с новгорода потому что именно присоединение новгорода было самым важным таким самым авторитетным занятием ивана третьего в 1477 году как видите уже через шесть лет после битвы на реке шелоне прибыли послы в москву из новгорода новгородские послы ошиблись и эта ошибка стоила им независимости они назвали ивана третьего господарим а не господином и это очень серьезная разница для нас эти слова не имеют никакой разницы будь ты господарь будь ты господин это в любом случае некоторое подчинение но для россии и руси соответственно 15 века это очень большая разница дело все в том что господными господарями называли тех кто соответственно полностью управляет тобой кто соответственно твой повелитель а господином называли просто уважительно человека который достаточно серьезное место в общественной иерархии в общественном порядке занимает и это разница на ней и сыграла вам треть он услышал что его назвали господарем он понял что его назвали повелителем новгородских земель и потребовал от новгорода передачи полной власти москву новгородцы воспротивились в ответ на это в 1478 году иван 3 осадил и взял новгород после этого новгородской республики была закончена вечевой колокол был вывезен посадничество уничтожено соответственно все республиканские моменты которые были в новгороде были ликвидированы а ну и наконец лидера боярского сопротивления марфу борецкую вдову посадника борецкого лишили земель и сослали а впоследствии увидев что новгородские бояре оставшиеся на своих землях не очень-то хотят подчиняться власти московского князя а их тоже начали рассылать по разным регионам страны а их земли отдавались московским боярам которые забирали новгородские земли при великим удовольствием а бояр новгородских расселяли по другим землям чтобы они не могли объединиться против московского князя тем самым новгород новгородская республика одна из жемчужин нашей истории была ликвидирована и вошла в состав московского государства ну и наконец присоединение твери некогда главного их самого грозного противника москвы теперь это совсем небольшое княжество которое было не совсем не очень сложно завоевать тверь к тому моменту как видите по карте была полностью окружена землями москвы по факту это катастрофическое положение и ни на что другое кроме присоединения этих территорий состав москвы ожидать не приходилось тверской князь попытался заключить союз с литвой которую если вы еще раз посмотрите на карту находилась буквально поблизости вот эти вот рыжие территории обозначены на карте это уже великое княжество литовская а тверь пыталась заключить союз с литвой но не успела в ответ на это карательный поход ивана третьего восемьдесят пятом году осаждает и берет тверь после этого или ван третий называет себя государем всея руси принимает новый титул и по итогу принятия этого титула соответственно начинается новый период в истории россии ну и наконец еще один важный момент это конечно же освобождение от ордынской зависимости в 1476 году еще до как вы видите взятие новгорода иван 3 уже чувствует максимальную силу максимальные возможности на то чтобы начать сопротивление орде он перестает выплачивать ордынский выход прогоняет из москвы ордынских посланников и ждет когда соответственно начнется какое-то сражение какой-то конфликт с домашним ханом ханом большой орды ахматом почему я не говорю о золотой орде я говорю теперь о большой орде дело все в том что незадолго до того орда опять пережила очень серьезный междоусобный кризис как это было в годы куликовской битвы и орда разделилась появилась отдельная крымское ханство отдельно большая орда это правоприемница золотой орды отдельно сибирское ханство и несколько других таких как казанская и астраханская впоследствии появится соответственно теперь основная борьба внутри этих осколков золотой орды шла между крымским ханством и большой ордой между крымским ханом менглигиреем и ханом ахматом соответственно именно хан ахмат попытался напасть на его на третьем но иван 3 здесь проявил свои великолепные дипломатические способности он заключил союз с противником ахмата с менглигиреем и менглигирей напал на казалось бы союзника хана ахмата казимира четвертого казимир не смог таким образом помочь ахмату в его карательном походе на москву так как он был занят отбиванием набега менглигирея тем самым иван 3 использовал такую достаточно интересную и в исторической традиции популярную тактику бьем одних татар другими как это тогда называлось в исторической науке соответственно казимира лишился его помощи ахмат и после этого судьба по факту орды большой орды их войска была решена в 1480 году происходит судьбоносное событие это знаменитое стояние на реке угре идея в том почему это стояние а не битва ни одна из сторон так и не начала конфликт вот так как вы видите нас этой иллюстрации стояли по оба берега этой реки русские и ордынские войска но не решились атаковать иван 3 вообще переживал что он проиграет эту битву поэтому был готов любой момент отступить чтобы состорожничать чтобы обезопасить себя и свое войско однако в первую очередь митрополит русской православной церкви настоял чтобы иван за православную веру стоял до конца на угре иван согласился и ахмат в итоге узнал что уже начинается какая-то новая смута в большой орде так и не начав атаку на ивана развернулся и ушел тем самым стояние на реке угре вот такое абсолютно так скажем мирная а закончилась тем что большая рда больше не имела возможности заявить о своих правах на московское государство и русские земли с 1480 года все русские земли были освобождены от ордынской зависимости это важнейший успех политики ивана третьего ну и разумеется русско-литовские войны которые также активно соответственно в этот момент развивались уже после освобождения от ордынской зависимости и победы над тверью и захватом новгорода иван третий начинает поползновение в сторону захвата русские земель на территории вкл 2 русско-литовские войны происходят в этот период о которых нужно знать итогом данные русско-литовской войны которую видите на экраны на экране стало присоединение вязьмы она у вас отмечена красным кружком и в 1500 году началась новая война с литвой и эта война закончилась также успешно для ивана третьего были присоединены новгородсеверские и черниговские земли вот так москва московское государство концу правления ивана третьего стала крупнейшей страной крупнейшим государством на территории всей восточной европы такой быстрый взлет такого большого государства удивил всю европу они были поражены появлением нового государства с которым теперь надо считаться иван 3 начинает завязывать дипломатические торговые отношения с европейскими странами с папой римским и его римской областью а также с германским императором с этого момента на карте восточной европе появляется новый очень крупный игрок им становится русское государство ну а на этом у меня все большое спасибо за внимание и до встречи